Переходим к основным темам выпуска. У предпринимателей региона появится новый представитель. На ноябрьской сессии Краевого Заксобрания депутаты одобрят новую кандидатуру на эту должность. Впрочем, имя претендента известно – Андрей Осипов, который пока еще возглавляет правовой комитет ОКЗС. Ранее в СМИ высказывались сомнения по поводу его назначения. Остались ли недовольны и как в целом воспринимает Осипова в предпринимательской среде? Узнавала Анастасия Дороган. Клянусь защищать права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. Переизбрание Павла Нестерова в 2018-м. После первой пятилетки вопросов к уполномоченному не было. Лишь отмечали его активную работу, которая должна была продлиться до 2023 года. Но в сентябре он подал в отставку. Спустя месяц губернатор предложил бизнесменам нового кандидата Андрея Осипова. Бизнес отреагировал по-разному. Предпринимательское сообщество дало отрицательный отзыв на его кандидатуру. Что, кстати, не помешало губернатору выдвинуть его на эту должность. Я думаю, что это все-таки неуважительное отношение. И мне вот как бы сказать... Понимаете, получилось как? Вот власть захотела, и она делает, невзирая. Неважно, как нам потом работать, как будет, тому, ради которого она это делает. То есть, тише дети, я без вас знаю, где ваша польза. Вот это, конечно, неправильный разговор с бизнесом. Тем не менее, конфликта нет. Надо, значит, будут работать. Андрей Осипов все два месяца тему своего назначения не комментирует. Отказал он и в этот раз. Что о нем известно? В нулевых депутат Гордумы, к которому Татьяна Ларина шла с вопросом по единому налогу. Он состоял в союзе предпринимателей, но, говорит Татьяна, большого интереса не проявлял. Уже 16 лет он краевой депутат. Половина из них – председатель правового комитета. И в этой роли он ставил в приоритет интересы права, а не нужды бизнеса, в первую очередь малого. Теперь ему предстоит сменить сторону. Насколько ему удастся отодвинуться, что ли, от администрации края, которая, в общем-то, его на эту должность лоббировала, уже давайте прямо говорить, и которая ему помогла занять этот пост, но насколько он сможет стать самостоятельной фигурой в решении вопросов предпринимателей. Кстати, у бизнесменов были свои кандидаты на должности, не чиновники. Мол, кто знает сферу, тому проще. Павел Нестеров, пока еще уполномоченный, так не считает. Хотим мы, не хотим, а жизнь заставит. И дела такие, как развивать события, как развиваться экономика, она заставит любого, кто бы на этой должности ни был, заставит работать. Если у нас будет, скажем, застой, случайно заснул уполномоченный, к примеру говоря, я образом называю, что называется так, если он что-то там не выполнил, предприниматель может обратиться к федеральному уполномоченному, сказать, там наш уполномоченный что-то не работает, не дорабатывает и все. И дальше уже будут претензии со стороны федерального уполномоченного. В пятницу депутаты должны одобрить кандидатуру Андрея Осипова на должность уполномоченного. Бизнес-сфера уже спокойно лишь ждет активных действий с его стороны. А Павел Нестеров обещает быть на связи, помогать и дальше решать проблемы предпринимателей, но все же основное время посвятить семье и дому. Сам Павел Нестеров покидает пост в силу возраста. Работа требует слишком большого общения, а в период пандемии он попадает под ограничения. Да и рисковать уже не хочет. Кстати, кандидатуру Андрея Осипова считает лучшей. И будь выбор, у его конкурентов были бы серьезные трудности. Что Нестеров думает о своем преемнике и чего ему желает? Смотрите далее. Почему по Андрею Геннадьевичу, я много тоже думаешь на эту тему, анализирую ситуацию. У него достаточно высокая профессиональная подготовка. Тут сразу говорю, мало кто бы выдержал, никто бы, навряд ли, в крае конкуренции, скажем, с ним в такой ситуации, если предложить несколько кондитур. Понятно, это самая проходная кондитура, и тут это надо принимать и как есть. Но еще раз говорю, у него там и безусловное образование позволяет сегодня. Это, кстати, очень актуально. Это и сегодня он кандидат медицинских наук, и юрист дополнительно. У него большой депутатский опыт, скажем, причем на округе, в сельских территориях тут тоже это здорово влияет. Отлично ориентируется в коридорах власти. Он не состоял там, скажем, в каких-то бизнес-объединениях, ведущих бизнес-объединениях Алтайского края. Поэтому, понятно, у людей возник вопрос, свой ли это человек, у бизнеса, вернее так, возник вопрос, свой ли это человек. Но вот последние крайние встречи с ним, с бизнес-сообществом, с представителями, он постарался снять это напряжение. Я думаю, что это правильно. Это, во-первых, залог будущей работы, потому что это большое общественное мнение, и с ним надо работать, его надо учитывать в работе. Причем не только уполномоченные, это всем органам власти надо учитывать. А уполномоченные в этом случае должны быть рупором общественного мнения. И это тоже практика нормальная. Ведь если возвратиться к задачам уполномоченного, что мы должны делать, в первую очередь? Безусловно, это защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Если у нас будет, скажем, застой, случайно заснул уполномоченный, к примеру говоря, я образом называю, что называется так, да, вот, если он что-то там не выполнил, предприниматель может обратиться к федеральному полномочену и сказать, там наши полномоченные, что-то не работает, не дорабатывает и все. И дальше уже будут претензии со стороны федерального полномочена. То, что я назвал у него там, его там профессиональный качество, да, это все здорово, все хорошо. Конечно, в первую очередь, вот если говорить по большому счету, это понятно, это должны быть выстроены хорошей, доброй коммуникации с бизнес-сообществом. Но самое главное, когда законодательное собрание рассматривает вопрос о назначении уполномоченного, нового там уполномоченного, да, перед вступлением в должность он принимает присягу. Вот присягу от добросовестности, от честности, справедливости, ну и так дальше. Это, конечно, это все слова присяги, они есть, они, безусловно, я тоже принимал эту присягу. И я бы пожелал, чтобы он твердо следовал этой присяге. Продолжение следует... Продолжение следует...